Партнер программы события Лицкий хлебозавод Используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты Лицкий хлеб выпечен с любовью В эфире Лицкого телевидения информационная программа события в студии Алексея Водейко Здравствуйте! Начинаем с анонса основных тем выпуска Они выдерживают капризы погоды Сложившиеся агрометеорологические условия пока не сказались на зимых зерновых в хозяйствах Литчины Состояние перезимовки зимых зерновых культур не вызывает беспокойства у агрономов района До трагедии было недалеко В Лиде на пожаре отец спас сына Он был эвакуирован и передан бригаде скорой медицинской помощи Кто и когда изменит ситуацию? Жильцы новой пятиэтажки по улице Куйбышева пытаются решить судьбу соседствующие с их домом траншей Сейчас нельзя сказать, что воды не будет, потому что сейчас сухая погода Первый белорусский паробобслист, литчанин Александр Авдевич снова доказал, что невозможное возможно Дезориентация, сильная перегрузка Сегодня Лида снова принимала гостей Наш город посетили слушатели курсов повышения квалификации Института государственной службы Академии управления при президенте Беларуси Среди них были руководители и заместители председателей обл. исполкомов, гор и райисполкомов разных регионов страны Заместители глав администрации районов в городах Во время выездного практического занятия в Лиде они обсуждали тему актуальные вопросы деятельности исполнительной власти в регионах Наша задача сделать наше обучение, повышение квалификации максимально практикоориентированным Поэтому в течение пятидневной учебной недели мы предусматриваем не только аудиторные занятия, но и вот такие практические выездные занятия Значит, график таких практических выездных занятий у нас согласовывается с обл. исполкомами, в частности с вашим грудницким обл. исполкомом И вот для этой категории была и выбрана, как база основная, это город Лида, Лицкий район Для слушателей курсов повышения квалификации Института госслужбы Академии управления при президенте Беларуси Личане подготовили насыщенную программу Заместители председателя райисполкома Виталий Невера и Виктор Пронюк рассказали гостям о жизни региона, его промышленности В сельском хозяйстве, социальной и культурной сфере, спортивных достижениях и брендовых мероприятиях Затем они совершили экскурсию по городу, посетили Лицкий замок и Центр безопасности МЧС Побывали на предприятии Лицкое пиво С разными категориями слушателей здесь была уже, по-моему, четвертый раз Но, вы знаете, бывая каждый раз, я вижу, как прибавляет район, как прибавляет город сам Сколько много сделано интересного, полезного для людей Как вообще развивается и движется район в своем социально-экономическом развитии Поэтому для себя сегодня я очень многое открыла, хотя уже, как бы, говорю не в первый раз Поездки, они как бы украшают нашу учебу, делают ее более информативной, познавательной Мы знакомимся с другими городами, перенимаем опыт И это всегда полезно Вот то, что могу сказать о Лиде Приятный, компактный, культурный, ухоженный город Как нам сам уже говорил, здесь надо было бы приехать сюда, конечно, в мае или осенью Когда он цветет, когда здесь зелень немного Но и сейчас достаточно достойно выглядит Убрано местное руководство на месте, как говорится Хотелось бы пожелать успехов, самое главное, чтобы не останавливались на этом И в дальнейшем украшали свой город И чтобы каждый гражданин понимал, проживающий тут, что его работа будет всегда на благо Агрономы хозяйств и специалисты Лидской районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Ежедневно следят за состоянием озимых Под эти культуры в хозяйствах региона в этом году отведено почти 10,5 тысяч гектаров Еще около 4 тысяч отдано под озимы рапс В декабре они развивались при плюсовых температурах и без снега И лишь неделю назад пришли морозы и выпали осадки Однако в ближайшие дни столбик термометра снова устремится вверх А это значит, белое покрывало скоро может сойти Теплая зима – проблема аграриев или же все-таки им на руку? Разбиралась Ольга Борисевич Мы видим растение озимого ячменя, хорошо развитое, с двумя, тремя, в настоящем месте Ушло зимовку в состоянии опущения, хорошо распустилось Видим листики все зеленые, повреждений мы не отмечаем Отсутствие снега не сказалось? На данном урочище, как мы видим, растения зеленые, живые Поэтому по влиянию на развитие растений это не оказалось А кроме озимого ячменя, на полях личины растут озимые жито, пшеница, тратикали и рапс Покули, отзначают специалисты районной инспекции по населению водства, карантине и охове рослин Гибели посевов выявлено не было Тые минусовые температуры, которые принес бесснежный снежин, яны смогли перенести и без покрыва Состояние перезимовки озимых зерновых культур не вызывает беспокойства у агрономов района Так как даже при отсутствии снежного покрова растения озимых культур и озимого рапса Способны выдерживать понижение температуры, начиная от минус 14 градусов Это выдерживает озимый ячмень и озимый рапс И до минус 20 градусов может выдержать озимая рожь без снежного покрова Разом с тем есть озимые культуры, для которых отсутно снежного покрова при великих морозах может привести до гибели Это рослины, посеянные после так званого оптимального термину А это период с 1 по 29 вересня Все летней зимой в нашем регионе вельми моцных морозов не было Самой холодной с температурой крыхубольшей за минус 15 градусов была ночь с 23 на 24 студеня Тому и без снегу такие культуры выстояли У нас в районе это порядка 36% площадей озимых зерновых культур И порядка 15% это поля, которые ушли в зимовку в состоянии одного настоящего листика Производится постоянный мониторинг данных урочищ Но обследование именно на прошлой неделе показало, что растения чувствуют себя хорошо И мы не отмечаем ни гибели, ни выпадения растений на данных урочищ Не глядячи на добрый стан все летних озимых, аграры кажут, что зима все-таки повинна быть снежной и морозной Миновито такие умовы надворы необходны для их нормального развития Уздеяние низкой температуры на раннем периоде росту допомагает легче перенести зимовку Снег же оборона от великих морозов зимой и вельгать, якая необходима для узнавления вегетации весной Разом с тем теплые бесснежные зимы амаль вызвалили наш регион от снежной цвили Еще годы три тому одеянула, каля 30% посева у озимых Зараз такой проблемы у господарках личины не ама, а лишь остатним шкодникам теплая надворья зимой до спадобы Практика вот уже показывает последних трех лет, зимы как правило у нас бесснежные и очень теплые И запас, зимующий запас вредителей, к сожалению, у нас полностью перезимовывает И с наступлением положительных температур, где-то примерно плюс 6 градусов Цельсия Мы видим обилие вредителей на наших полях Конечно, даже 5-10 лет назад такого не было Даже не нужно искать, потому что ты заходишь на поле и вредитель даже не прячется При этом количество вредителей превышает всякие пороги вредоносности Поэтому специалисты хозяйства, это особо актуально для посевов озимого рапса Стараются до наступления таких погодных условий запастись инсектицидами Дабы провести первую обработку, которая является наиболее важной для защиты данной культуры Если зимым зерневым и рапсу теплая зима не принесла шкоды, то на градках у некоторых господаров Под узденьем плюсовых температур у снежной студени пошли в рост зимовая цебуля и чеснок Специалисты кажут, что это не нормально, но не значит, что рослины пропали Это достаточно негативные факторы, оно скажется на качестве в дальнейшем продукции и на его урожайности Но о том, что растение не перезимует, говорить рано Потому что самое основное, что у нас не было резких перепадов температуры И в принципе растение, процесс закаливания, оно все-таки произошло Даже если вегетация наступила, но понижение температуры на уровне минус 1-2 градуса Цельсия Позволило растению все-таки перейти в состояние зимовки и благоприятно выдержать уже низкие температуры Как закончится зимовка рослин, пока же весна Все-таки покольно календары, еще только сярыдина зимы Правда, когда верить прогнозом синоптиков, все лето не будет 30-градусных морозов А лишь когда и так, только выйти после зимы у належных станет мало Для доброго уроджаю необходимое еще теплое весное лето С достатковой для развития и росту рослин колькостью опадков В лиде пожар минувшей ночью едва не закончился трагедией Когда в одной из квартир на четвертом этаже дома номер 3 по улице 8 марта произошло возгорание В ней находились 57-летний хозяин и его 30-летний сын Известно, что накануне последний отмечал свой день рождения Около 4 часов ночи соседка этажом выше почувствовала запах дыма И вызвала спасателей Вы знаете, тут ничего уже не видно было Тут завеса такая стояла, что уже вообще ничего видно не было Вот так что, ну а потом уже приехали пожарники И мы уже там с балкона все наблюдали, как уже там тушили это все Спасатели обнаружили в прихожей на полу лежащего без сознания молодого мужчину Из комнаты, где произошел пожар, его вытащил отец Огнеборцы передали пострадавшего медикам, которые в тяжелом состоянии доставили его в реанимационное отделение Лицкой районной больницы Звеном газодоемозащитной службы в коридоре был обнаружен в бессознательном состоянии мужчина 88-го года рождения Он был эвакуирован и передан бригаде скорой медицинской помощи Положительная причина пожара, неосторожное обращение с огнем при курении Продолжаем выпуск. Звонок на горячую линию Лицкого телевидения стал поводом для выезда съемочной группы на улицу Куйбышева Жители дома номер 35А сетовали на долгосрочное соседство с траншеей под окнами По их словам, она не только портит внешний вид территории, но и создает определенную опасность, особенно для детей В ситуации разбиралась Оксана Банцевич Семья Марии Дикевич заселилась в новый 50-квартирный дом по улице Куйбышева год назад Этого момента она ждала с нетерпением, ведь так хотелось иметь собственное жилье Да и впечатления от новостройки сразу были положительными Однако уже через два месяца появились проблемы Фундамент здания стала подмывать, а подвалы затапливать Жильцы обратились в строительно-монтажный трес номер 19, который возводил пятиэтажку Там пояснили, виной всему грунтовые воды С ними на данном объекте строители столкнулись еще при закладке фундамента Но разработчик проекта, институт Гродно-Гражданпроект, проведя инженерно-геологические изыскания, порекомендовал специалистам строительно-монтажного треста провести наружную и внутреннюю гидроизоляцию дома и разрешил строительство Однако такие работы не дали ожидаемого результата В самом начале здесь было озеро И дети наносили тут мусора, колеса с-под машины, они тут плавали на этом Потом подвалы были все затоплены, по колено воды стоял Строители говорят, у каждого дома есть слабые места В случае с новой пятиэтажкой по улице Куйбышева – это высокий уровень грунтовых вод Работники строительно-монтажного треста номер 19 после сдачи данного дома в эксплуатацию За счёт средств организации провели дренажную водоотводную систему А также сделали дополнительное накрытие приямков дома металлопрофилем И построили по периметру здания поверхностный бетонный отводной лоток Благодаря произведённым работам уровень грунтовых вод на участке понизился Но возникли новые проблемы Было пущено тепло и где-то при замыкании повреждена изоляция Здесь такая в битовой перелите идёт проводка Она показывает прибор, показывает, повреждена или нет Вот когда дожди пошли, замокло и начало пробивать Поднявшиеся грунтовые воды повлияли не только на состояние подвальных помещений Но и на состояние предварительно изолированных труб теплотрассы На которых установлена система оперативного дистанционного контроля Позволяющая следить за состоянием теплоизоляционного слоя труб И вовремя обнаруживать потери тепла Благодаря ей сигнал о неполадках поступает на пост управления Лицких тепловых сетей В апреле прошлого года ликвидировать проблемы с трубами теплотрассы Строители попытались своими силами Однако спустя три месяца ситуация повторилась Тогда к ремонтным работам присоединились специалисты Лицких тепловых сетей Одну линию делали, вторую линию, один стык отшурфовали Думали, что один стык, сделали один стык, пошел второй стык и пошли все стыки Вот, плохая труба была при производстве Сейчас устранят, они уже сделали одну линию и вторую линию проверим Решение данного вопроса затянулось на полгода Сроки заставили жильцов заволноваться Ведь помимо того, что территория у дома все это время разрыта Теплотрасса так еще и не передана на баланс Лицкого жилищно-коммунального хозяйства Они сделали дренажные работы Сейчас нельзя сказать, что воды не будет Потому что сейчас сухая погода Мы боимся за то, что это все ляжет на наши плечи материалы Это же не просто так, мы не платим за отопление И мы не платим за воду, и это все не счет трест Не просто так, значит, это серьезная проблема Застройщик уверяет, жильцы не останутся наедине со своими проблемами Тем более, что гарантия на дом 5 лет В ближайшее время, возможно, уже к середине февраля Работы на теплотрассе будут завершены и траншея исчезнет А территория вокруг будет приведена в порядок О качестве же произведенных работ на теплотрассе Можно будет судить весной Когда уровень грунтовых вод вновь начнет подыматься Первый белорусский парабопслист, личанин Александр Авдевич Снова доказал, что невозможное возможно На этот раз в Австрии он прошел специальный курс обучения парабопслею И получил разрешение участвовать в соревнованиях по этому виду спорта О необычном увлечении и грандиозных планах спортсмена на коляске из Лиды Наш следующий сюжет Личанин Александр Авдевич уже не раз доказывал Если он за что-то берется, доводит дело до конца После травмы, полученной в результате ДТП Саша вынужден передвигаться в инвалидной коляске Однако человеком с ограниченными возможностями он себя не считает Впрочем, как и других колясочников Своим активным образом жизни Личанин дает стимул людям с инвалидностью Да и здоровым ставить цели и достигать их В 2016 году Александр Авдевич покорил Европу Проехав в одиночку на ручном велосипеде более 4,5 тысяч километров И финишировав в Португалии Своим путешествием он доказал, что возможно все Вернувшись домой, Саша с головой нырнул в спорт Каждый день бил личные рекорды в плавании Часами пропадал в спортзале Участвовал в различных веломарафонах, в том числе и международных Один из заокеанских параспортсменов Дэйв Николс Который в 80-х годах пропагандировал пара бобслей в Америке Узнал об Александре Авдевича и предложил ему попробовать себя в этом виде спорта Александр решил увидеть своими глазами, что такое пара бобслей И собрав средства отправился в Австрию в качестве болельщика на первый этап Кубка мира по этому виду спорта Правда там он редко бывал на зрительских трибунах Не теряя времени, Ильичанин прошел в Австрии специальный курс обучения пара бобслей И получил право участвовать в соревнованиях Первое ощущение это немножко дезориентация, сильная перегрузка И большая доля ответственности в нужном повороте Потому что если что-то ты пропускаешь, в ненужных метрах поворачиваешь, при ненужных секундах заходишь на вираж Что, к сожалению, боб может перевернуться Такое случается и такое случалось и в этот раз, на этой трассе В общем, нужно быть предельно внимательным, осторожным и натренированным Как физически, так и психологически Пара бобслей так увлек Александра Авдевича, что он решил добиться в нем успеха И вовлечь в этот вид спорта как можно больше земляков со статусом человек с ограниченными возможностями И все для того, чтобы в очередной раз доказать ограничения у каждого лишь в голове Что касается пара бобслей, главное требование к тем, кто выбирает его, общая физическая подготовка и желание Довольно инклюзивный вид спорта, в котором на равных могут участвовать и спинальник, и шейник, и ампутант И вот эта доля инвалидности не имеет практически никакого значения Единственное, чем будет отличаться, это высота спинки в бобе Важно, важно в пара бобслей, чтобы ты не упирался ногами Поэтому, если человек с ампутацией, то протезы снимаются И он сидит без какого-то баланса с помощью ног Ну, соответственно, без спинки Посадка там полулежачая Ну, все для того, чтобы, если не дай бог произойдет переворот, чтобы ты мог голову убрать назад и не повредился Вернувшись в лиду, Саша продолжил тренировки, а параллельно стал заниматься организацией федерации пара бобслей Для этого ему необходима команда единомышленников В числе которой будут спортсмены, спонсоры и все те, кому не безразлично развитие белорусского пара бобслея Кроме этого, для регистрации федерации в Министерство спорта и туризма нужно собрать ряд документов В Беларуси пока нет своих спортсменов-бобслейстов А значит, нет и специальной трассы К слову, ее нет и во многих европейских странах В этом виде спорта практикуются выездные тренировочные сборы Они проводятся там, где санно-бобслейные трассы обустроены Как правило, такие тренировочные сборы организуются раз в сезон Неделя тренировок обходится пара спортсмену около 300 евро Остальные расходы берет на себя международная организация пара спортсменов Бобслей включен в программу зимних олимпийских игр с 1924 года С 2022 в программе зимних пара олимпийских игр, которые пройдут в Пекине, появится пара бобслей Личанин Александр Авдевич надеется, что там, в этом виде спорта, будут выступать и белорусы К новостям спорта Хоккейный клуб Лида во вчерашнем выездном матче чемпионата Беларуси в экстралиге с новополоцким химиком Одержал победу в серии булитов над соперником со счетом 3-2 В следующий раз рыцари выйдут на лед завтра Играть они снова будут на выезде За победу Лида сразится с Витебском И на сегодня это все Ищите наши материалы на сайте И в социальных сетях Встретимся в эфире Партнер программы события Лицкий хлебозавод Испокон веков хлеб считался проявлением мудрости народной, красоты и здоровья Сегодня Лицкий хлебозавод радует вас свежим и румяным хлебом Ароматной выпечкой Необычайно вкусными тортами Мы заботимся о качестве своей продукции Поэтому используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты Лицкий хлеб выпечен с любовью